Особое мнение на 101FM Как раз отопление включили, за что огромное спасибо, потому что иначе было уже сложновато жить Ну надо сказать, что вопросы подключения отопления в регионе сегодня обсуждались и на планерке у губернатора Александра Соколова Вы уже читали эту новость, да, Николай, о том, что у нас якобы в течение недели должны рейды состояться по домам с печным отоплением Ну это связано с пожаром, это связано с пожаром Дело в том, что очень много таких домов, как эти рейды будут осуществляться, я не очень понимаю, потому что в основном печное отопление у нас таких в отдаленных населенных пунктах, не охваченных центральных Ну и в областном центре тоже хватает домов-то старых с печным отоплением Здесь, да, в ближайших районах, Слободском, Чапецком это все можно сделать, но вот что касается все дома проверить, я сомневаюсь, что это вообще реально Прямо в новости-то прописано, что все дома с печным отоплением надо бы проверить Особенно с учетом того, что сейчас многие дороги очень скоро станут не сильно проезжими, особенно вот к удаленным населенным пунктам по случаю осени Ну посмотрим, посмотрим Причем сам термин рейд, он как-то настораживает Это не просто заглянуть, а проверить, в каком состоянии у вас печка находится, хорошо ли дым из нее выходит, есть ли там тяга и так далее и тому подобное То есть тут еще и специалисты нужны еще Когда-то нужно это все равно проверять по-любому, потому что вот как раз один из источников, из причин пожаров, к сожалению, это вот неисправное печное отопление Да, увы, ну мы знаем прекрасно, да, по работе в СМИ у нас ежегодно, как только холода начались, у нас сразу автоматически растет и число пожаров Потому что люди, понятное дело, начинают искать дополнительные источники тепла, электроприборы зачастую неисправные, не очень исправные, да, включают Прибор-то может быть исправен сама по себе, там, система в доме уже в старом, там она неисправная, начинает там короткие замыкания и прочая ерунда происходить Так что это все актуально, ну, с другой стороны, конечно, неплохо бы это все летом проверять, наверное Готовься они летом Да, безусловно, всем тепла пожелаем, да, и всем безопасного тепла, да, в начавшийся холодный сезон, холодное время года Скоро год исполняется с момента, как Кировская городская дума утвердила в должности сити-менеджера главы Кировской администрации Вячеслава Симакова Вот недавно мы активно вспоминали про первый год губернатора Соколова, тут год у Симакова подошел Ну, я напомню, что временно исполняющим обязанности он был с августа 2022-го, но вот официально вступил в эту должность в конце октября Как, Николай, этот год прошел? Что удается, что не удается главе Кировской администрации? Что вас радует? Что беспокоит? В сравнении с предыдущими главами администрации удалось ли Вячеславу Николаевичу показать свою народность, близость к жителям областного центра? Ну, Вячеслав Николаевич всегда был близок к жителям областного центра и на своих прежних местах работы Ну, тут я должен что сказать? Вот когда речь шла о назначении Вячеслава Николаевича, я был в числе тех скептиков, которые полагали, что, во-первых, не надо его назначать Полагал я, я говорил это и публично, и в эфире, в том числе телекомпании 9КТВ Что его должность, это как бы заместитель главы администрации города по хозяйственной части Потому что Вячеслав Николаевич большой дока по городскому хозяйству и никакой дока по чиновничьей работе, понимаешь? Он не чиновник, вот это был мой аргумент, и я полагал, что либо его подумают и не назначат, либо он отведет в таком ударном масштабе в своем эту зиму Справится со всеми проблемами города зимними, которых у нас куча, ну и потом как бы вернется Какие-то пути будут найдены для того, чтобы вернулся на... Сама по себе должность называется глава администрации, понимаешь? То есть это человек, который должен организовать работу администрации, то есть вот этого вот коллектива, который сидит в этом огромном доме на Воровского 39 И работать-то должен коллектив, а не глава, вот как у нас Вячеслав Николаевич, помнишь, это и зимой Вот как Фигара здесь, Фигара там, Фигара тут, Фигара еще где-то, то есть он постоянно на каких-то объектах, то есть он в поле работает Это не царское это дело, условно говоря, работать в поле. В поле надо уже на самые крайние случаи главу-то администрации выпускать Должны работать начальники отделов, там, условно говоря, специалисты, там, может быть, главы теруправлений, да? Которые находятся в статусе заместителя главы замглавы Да, они, между прочим, находятся в статусе замглавы, это высокий довольно статус И вот та вот работа, которую делал Вячеслав Николаевич, меня немножко удивляла, потому что, ну, не его это дело, а сама по себе администрация При этом, как бы, такое было ощущение, что просто там забаррикадировалось и хорошо себя чувствует, потому что начальник всегда в поле Но я, наверное, рад, да вот в данном случае, что я ошибся, потому что по итогам, если брать годов, постепенно Вячеслав Николаевич как бы добрался, наконец-таки, до своего родного дома, до администрации Кого-то он попросил на выход, кого-то он попросил войти, что-то изменилось И сейчас, вот если мы посмотрим даже на новости, да? То есть, если раньше на любом объекте всегда был Вячеслав Семаков Сейчас мы видим там главтер управления, мы видим его заместителя Дмитрия Печенкина Мы видим начальников отдела там зеленого строительства, условно говоря, да? Начальника транспортного отдела Боева, да? Боев, да? Боев, Боев Боев, да, то есть, как-то вот это... Дирекции благоустройства Да, то есть, стали появляться... Структура новая в составе Стали появляться вот именно те люди, которые должны, собственно, работать в поле А Вячеслав Николаевич, вот смотри, он уехал в Пермь, и ничего не случилось Вернулся вроде уже там Ну, я понимаю Сегодня вроде на планерке докладывал Да, помнишь, поначалу, где-то по осени он куда-то съездил там в какой-то из городов В Пензу, по освещению он ездил Да, да, да Он пропал буквально на сутки, и эти сутки в городе случилось все, что могло только случиться Потому что вышло из-под контроля Поэтому, как бы, я думаю, что вот эту часть пути Вячеслав Николаевич прошел Я говорю еще раз, я рад, что ошибся, потому что прекрасно к нему отношусь Мы все давно его знаем и любим Да, безусловно, мы с большим уважением к работе Вячеслав Николаевича относимся Хотелось бы, чтобы вот эту часть работы он продолжал аккуратно Но, видишь, и опять же, есть определенные у меня пять У меня всегда такое, у меня всегда сомнения есть, да Дело в том, что ведь глава администрации города должность довольно-таки неблагодарная То есть тут надо работать с множеством сильных, в том числе, организаций, с теми же энергетиками, например Да, вот город по-прежнему раскапывает Вот буквально вчера объявили на Маклина на два месяца раскопки Ремонт теплосетей, извини, ремонт теплосетей То есть то, что должно было давным-давно все закончиться Это продолжается Зимата постучалась Да, зимата, она вот уже летит за окнами, да Соответственно, главе города приходится, ну, вести, скажем так, наверное, не самые приятные разговоры Вот с такого рода подрядными организациями сильными довольно-таки С кем-то еще в городе по каким-то другим проблемам То есть это человек, который вынужден, ну, просто в силу своей должности регулярно портить отношения, скажем так, сильными мира сего А сам по себе Вячеслав Николаевич, он, ну, у нас же все чьи-то, да, вот все чьи-то Мы смотрим на кого-нибудь чиновника, вот он вот тех будет, этот, тех будет Там есть некие патроны, да Да, то есть у всех есть некие финансово-промышленные группы за спиной И все прекрасно понимают, кто тут чей И, соответственно, а у Вячеслава Николаевича, получается, кроме вот губернатора, который его назначил, который его как бы патронирует, может сказать Ну, не назначил, а выдвинул в это пространство Ну, давай говорить проще, назначил, ничего страшного Потому что сейчас как бы уже практически во всех крупных муниципалитетах глава города практически заместитель губернатора по городской части То есть это вертикально настроится, муниципальные власти немножко вот с принятием нового закона поприезжали Поэтому можно сказать и так, что это просто член правительства, который отвечает за город По большому счету на всех совещаниях он так себя ведет Ничего там страшного я не вижу Вертикаль есть вертикаль, куда мы от этого делимся Но у него получается так, что кроме вот за спиной господина Соколова никого нет А это всегда очень рискованная вещь, потому что ниточка очень тонкая Случай что, и Вячеслав Николаевич, и все вокруг, очень многие, кто хотел бы своего человека посадить на эту должность Будут очень рады и с удовольствием, так сказать, его отстранять Ну, мне сейчас трудно догадаться, что такое может случиться А понимаешь... Казалось бы, система-то довольно крепко пока Случится, может, что-то, о чем мы даже не догадываемся Понимаешь, то есть люди, сильные люди имеют доступ, в том числе и к губернатору Ну, в смысле, к вице-губернатору, зампредам они имеют доступ Они могут, ну, как это по-русски говоря, что-нибудь нашептать Что-то вчера видели Симакова, там он сидел за одним столом вот с тем-то, тем-то Вот он же не на вас работает Ну, это же грязно Это грязно Это все происходит, мы никуда от этого не денемся Этот серпентарий, он никуда пока еще не исчез Вот, и в этом плане у меня есть определенная тревога Что так как Вячеслава Николаевича хочет он этого или не хочет Приходится вступать в не самые простые отношения с сильными мирами всего Он может свои позиции ослабить И было бы очень обидно, конечно Потому что вот сейчас я считаю, что особенно, вот как ты сказал В сравнении с предыдущими главами администрации Там что Осипов, что Шульгин Это, конечно, огромный плюс для города Именно то, что Вячеслав Николаевич там прижился И дай-то бог ему здоровья Остаться там на продолжительный срок Вот что я хотел бы сказать Проблем у него, да, проблем у него много Их надо решать И я думаю, что он постепенно их будет решать Это и, ну вот если, скажем, условно, я с благоустройством Как-то вот сейчас все закрутилось Опять же, при огромной поддержке правительства Кировской области Да, то вот чисто муниципальная тема Та же транспортная тема Она, к сожалению, буксует Вот как не посмотришь И опять же, возможно, у Вячеслава Николаевича Просто опять же не хватает ресурсов Чтобы эту тему решить кардинально Потому что, опять же, если брать там Автотранспортное предприятие Наше муниципальное Да, оно не муниципальное Это акционерное общество Но с муниципальным участием То есть, как бы, Вячеслав Николаевич нам в качестве не владельца А учредителя всего лишь выступает Но там, ну вот уже целый год С назначения Дмитрия Васильевича Катынова Руководителя Да, все время что-то происходит не так Идет что-то не то То недовыпуск троллейбусов То, наоборот, там появляются Там какие-то странные машины на первом маршруте Там пазики, что по закону не положено Цифры озвучиваются тоже довольно интересные Вот, очень много проблем Проблемы эти не решаются Там доходит вплоть до сидячих забастовок Ну, условно говоря, до предварительных забастовок Там все-таки как-то все-таки утратилось Вячеслав Николаевич мог бы мешаться В том числе решая персональный вопрос Но, насколько известно Дмитрий Катынов, человек выходец из среди энергетической То есть, он в свое время очень плотно работал С нынешним нашим вице-премьером Михаилом Анатольевичем Сандаловым И боюсь, что здесь как бы уже силы у Вячеслава Николаевича не хватает Потому что, ну, вот За спиной-то вроде как никого нету Так или иначе Симаков периодически обращает внимание Ведь на АТП и в своем телеграм-канале Он обращает внимание везде Но дело в том, что Навестил, выявил проблемные моменты Будем работать, устранять Будем работать, будем устранять Потому что потом со стороны дирекции приходит сообщение Да у нас на самом деле все не так У нас на самом деле все хорошо У нас там столько-то машин Все, потом оказывается, что все это, извините, не соответствует действительности Но темы уже прошли Да, и вот так вот идет На самом деле, конечно, надо принимать более кардинальные меры Плюс не забывай вот эта дата Которую в ноябре, 7 ноября в Кирове будет юбилей Юбилей кировского троллейбуса Он создан, кировский троллейбус В 43-м году во время войны Во время войны Нашлись средства, нашлись люди Нашлась техника для того, чтобы запустить Построить все эти вот контактные сети Привезти транспорт, привезти людей Которые научили там работать Это было в 43-м году Сейчас у нас юбилей троллейбуса Троллейбусный парк находится в удручающем состоянии Реально в удручающем состоянии И вот очень много говорилось о том, что мы будем делать Мы планируем что-то делать Но ничего на самом деле не сделалось И даже вот здесь был у нас в эфире Когда я еще здесь с тобой, по-моему, были Нет, мы с Дашей были Был как раз у Баева Да, был господин Баев, когда он сказал Что вот есть вариант, что-то из Питера привезти Исписанное, да, но это опять же откладывается Уже на весну следующего года И что там в Питере к тому времени останется Потому что так-то это обычно активно забирают Вот, неизвестно Вот такой момент, как бы вот Вячеславу Николаевичу Немножко бы добавить Вот я говорю, немножко бы добавить ему Ресурсности, чтобы он мог такие вопросы решать Не оглядываясь на других Так и хочется добавить Народ, народная симпатия Вот ресурс, Вячеслав Николаевич Это ресурс, безусловно Есть у него такой вид ресурс? Этот ресурс у него есть Вот мы сразу сказали То, что есть, то есть Он совершенно вот такой нетипичный чиновник Он на самом деле спокойно совершенно Ходит по улицам, общается с людьми Это очень симпатично Это очень симпатично вызывает уважение Но этот ресурс, он Умерен слегка Опять же, сравнение с какой-то ветреной барышней Сейчас любовь, а завтра не любовь Да не то, что любовь не любовь Просто этот ресурс нельзя включить Он ничего не решит Он никаким образом не влияет на принятие решений, к сожалению По поводу команды, да, городской администрации Спрошу коротко, господин Трошков Кто это был? Что это было? Много претензий, много вопросов было у депутатов, да Когда в январе этого года его назначали на должность замглавы Много вопросов, на которые он тогда точно не ответил Чем он будет конкретно заниматься И для меня, честно говоря Фигура Трошкова, она практически незаметной была На протяжении этих последних месяцев Такая же история, нет? Ну, дело в том, что как бы публичность Это не обязательно атрибут работника Тем более, что судя по списку должностных обязанностей У него как раз в основном работа была связана С самой администрацией С его внутренним обустройством Возможно, с какими-то кадровыми решениями С отладкой работы То есть это человек, который, ну Я бы не сказал, там серый кардинал Это бы громко было Он человек, который, да, именно такой кабинетный сотрудник Поэтому светиться-то ему особо было Поводы информационные создания То есть не входило в это его обязанности, да Обращать внимание на себя Я не знаю, есть диаметральное мнение Вот я слушаю от людей разные мнения о нем Некоторые считают, что он, наоборот, сыграл очень важную роль В том числе превращение вот нашего бегунка Симакова Вячеслава Николаевича В реального такого главу города Главу администрации Да, главу администрации города Именно вот обеспечив ему определенную вот такой помощь В плане именно внутренней организационной работы в администрации Налаживания этой работы, чтобы администрация стала действующим органом Некоторые считают, что он просто там отбывал какой-то номер Там, ну, списали его там Он же у нас приехал сюда к нам на выборах губернаторских Ну, он, собственно, не скрывал Он депутатам на представлении говорил, что он помогал губернатору А что скрывать? Это не самая плохая работа На выборах Они его спрашивали, как вы из коммерческой структуры вообще попали сюда Ну, вот что-то там Да, да, да То есть он работал именно в этой плеяде Вероятнее всего, просто либо получил другое предложение Отъехал в другой город Не знаю Тут, понимаешь, мне не кажется, что эта фигура такой степени значимая Чтобы вот это придаваться какому-то анализу по этому поводу Ну, приехал человек, поработал Хорошо ли он или плохо поработал Надо спросить Вячеслава Николаевича Симакова Который его непосредственный руководитель Что там для нас, вот как он был непубличен Так вот его исчезновение, оно так событием не стало Ну, не в плохом смысле исчезновение Ну, я скажу так Может быть, надо порадоваться У меня нет, у меня был очень короткий опыт с ним общения Мы с ним даже как-то вместе на субботнике поработали Он оставил мне хорошее впечатление Я не хочу о нем думать плохо Дай бог с ним Ну, просто сейчас вот завертелось Да, эта ситуация Ходят слухи, в телеграм-каналах пишут о том Что из серого дома куда-то Кого-то хотят делегировать на освободившееся место замглавы Не знаю, насколько это серьезно И стоит ли доверять этим Ну, дело в том, что святое место пусто, безусловно, не будет Вот именно Ну, опять же, вот насколько я знаю Это не настолько вот и серьезно все Да, у кого-то есть какие-то мысли Кто-то предлагает на эту должность Кого-то, кто-то, вот как раз вот я тебе говорю Что вот эти самые наши финансо-промышленные группы Они всякую такую должность, конечно же Хотели бы использовать для своих целей Поэтому что-то такое происходит Чем закончится, не знаю, но посмотрим Вячеслав Николаевич, стоит продолжать все-таки укреплять вот свои позиции Как именно как устроителя, да, всей этой системы управления городской Безусловно, безусловно Мне кажется, это сейчас его самая главная задача Не бегать по дворам Да, 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 главная задача навести порядок в своем именно хозяйстве А у него хозяйство это администрация города Если он ее вот наладит, запустит То и город это поймет, почувствует Да, потому что если вся администрация будет работать И его как бы пребывание на этой должности Оно станет более уверенным Потому что это будет его, так сказать Его ресурс Конечно, да Конечно, да Да, продолжаем У нас несколько минут еще есть до рекламы Хотел бы к очень непростой, такой невеселой теме перейти Я знаю, вы в своей журналистской работе любите с цифрами, да, работать, анализировать, как меняется статистика И вот меня тоже в последнее время беспокоит статистика по численности жителей Кировской области, по рождаемости Как известно, мы вроде уже и город не полумиллионник, да Тут у нас летом появлялись данные о том, что у нас 490 Ну, это данные переписи Они всегда немножко не совпадают с данными той статистики, которая ведется из года в год Ну, вот сейчас на основании уже этих данных немножко будет обновлена численность всего и всюду Ну, и вот на днях появившиеся цифры Кировстата о рождаемости в Кировской области Она у нас, увы, рождаемость, ну, я бы даже сказал, быстрыми темпами падает Если в 2016 году у нас было новорожденных 16 300, то в 2022 чуть менее 9 000 То есть мы практически в два раза, ну, почти что, да Если округать, проседаем Не могу понять, у нас программы всевозможные существуют Нацпроект «Демография» Тут недавно губернатор Соколов сообщил о том, что у нас какая-то уникальная мера поддержки Семей, в которых первенец появляется, будет разработана Но конкретики пока нет Почему? Здесь, понимаешь? Где мы просили, где мы что потеряли? Дело в том, что рождаемость – это вещь, которую довольно-таки сложно регулировать административными методами Вот что бы я сказал, потому что это, сам согласись, эта вещь, она скорее эмоциональная, я бы сказал даже биологическая То есть мы как некий вид млекопитающих размножаемся И вот эти законы, по которым млекопитающие размножаются, мы хоть и не хотим себе там говорить, что они в любом случае присутствуют Давайте проще, я вот считаю, что я свой вклад в демографию внес, я думаю, что вы тоже так считаете Я тоже считаю, все-таки У меня двое, у вас побольше Да, у меня все-таки четверо за спиной, не буду говорить, какой я хороший отец или нет, но тем не менее, вот такой чисто биологический вклад я свой внес Вот, но дело в том, что никогда, вот четыре эпизода, да, никогда никаких мер поддержки государства ни я, ни моя семья не получала Тем не менее, это не мешало нам, собственно, делать вот то, что мы сделали, да, согласись Поэтому как бы вот ставить, что вот есть какая-то программа, да, демографическая, ну что это за программа, что в нее входит, давай посмотрим Там входит стимулирование, финансовая помощь, вот это материнский капитал, какие это выплаты С 20-го года, как известно, запервенца уже на федеральном уровне предоставляют Хорошо, второй момент, это пропагандистская работа по как бы недопущению абортов, то есть такая важная тоже составляющая Сохраните ребенка, не избавляйтесь от ребенка Да, 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 да Третья вещь, она, я не знаю, зачем она включена именно в проект демографии, она немножко сбивается, да, это профессиональная переориентация Там для женщин и так далее, мне кажется, все-таки больше относится к рынку труда, нежели к демографии Тем не менее, она включена Ну, видимо, двух зайцев как-то тут пытаются И поэтому, знаешь, чем плохо, когда начинают отчитываться о реализации проекта, вытаскивают вот эти вещи, которые, собственно, к проекту-то отношения не имеют, к рождаемости То есть они имеют, ну, косвенное очень к этому отношение Но там, да, вот мы провели столько-то семинаров, мы там переучили столько-то женщин, все, от этого детей-то больше не становится, понимаешь? Тут вот мы же говорим о рождаемости Собственно говоря, эффективным из них, и то только короткое время, вот когда, по-моему, в шестом или седьмом году появился материнский капитал По-моему, попозже все-таки Ну, не суть То есть по подсчетам он дал такой толчок, вот на три, кто-то говорит на три, кто-то на четыре года После чего вот этот стимул перестал действовать Перестал действовать Несмотря на рост постепенный Понимаешь, у нас рост Индексацию суммы Сумма индексируется, но она индексируется, в общем, как у нас индексируют, да, вот за прошлый год индексировали зарплату на четыре процента, при том, что реальная инфляция составила там больше пятнадцати, по-моему, если не ошибаюсь То есть это официально, не суть То есть он все равно от индексации не успевает Тут речь все идет о чем? Что если мы полагаем, что давая, давая, давая семьям деньги, мы можем стимулировать рождаемость По большому счету мы имеем в виду то, что государство покупает детей Вот мы вам дадим денег, вы нам родите Ну, мысль понятная Понятная мысль Соответственно, если уж речь идет так, давайте говорить с простыми вещами Надо покупать детей по рыночной стоимости А вот то, что называется материнским капиталом, это не есть рыночная стоимость рождения и воспитания ребенка Тебе ли мне рассказывать, сколько стоит, да, вот первый же ребенок, как минимум семейного бюджета, отъедает 25% Это нормальный статистический подсчет Два ребенка, это уже больше 30% они отъедают И это каждый месяц А это разовая выплата, какая бы она ни была, там, 600 тысяч, там, или что-то еще То есть этот капитал, это разовый вброс, а потом человек уже плывет, как может Помощь, которую оказывают семьям, да И тут, кстати, еще вопрос такой Помощь почему-то оказывают семьям, а надо оказывать матерям Это вот очень активно сейчас обсуждается Потому что материнский капитал изначально был именно материнским Сейчас он начинает превращаться в такую обширную штуку под названием семейный А рожают, извините, женщины Мужики не научились? Мужики пока не научились И именно вот сама идея была материнского капитала Это повысить роль женщины То есть вот именно женщина получает деньги Ну там же ограниченный круг, собственно Сейчас этот круг очень сильно расширился Сейчас можно вот родить этого ребенка, потратить на другого То есть уже начинается все И роль женщины опять-таки нивелировалась А раз она не родит, то и ребенка не будет Тут тоже вот такой момент Во-вторых, когда говорят семейный капитал Ну смотри, вот ты статистику привел У нас на 100 браков сейчас приходится 94 развода Ну практически тут Да Уравновесилась Уравновесилась Поначалу года даже больше было разводов, чем браков То есть, собственно говоря, семья, которая когда-то была ячейкой общества Сейчас это очень такое неустойчивое понимание И то есть вкладывать деньги в семью, которая разрушается с такой скоростью Это странный вопрос Надо вкладывать деньги именно в женщин Прошу прерваться, потому что у нас сейчас реклама будет полутораминутная Журналист Николай Голиков Именно с ним мы беседуем в рамках особого мнения Продолжим эту интересную, животрепещущую тему через полторы минуты Особое мнение на 101FM Продолжаем наш разговор с Николаем Голиковым Николай в перерыве просто четко сформулировал Денег надо больше давать Денег надо давать больше Это не чисто моя мысль Это вот просто читал материалы Здесь было как раз, когда регионы предоставляли свои программы повышения рождаемости Там порядка 16 регионов уже представили Сейчас Кириллская область, насколько я знаю, добавилась к этому И шла довольно-таки большая дискуссия И пришли они к тому, что как минимум для того, чтобы в новом варианте семейный капитал работал Надо, чтобы региональная составляющая была равна федерально Если федералы за первого ребенка платят 600 То и регион должен обладать столько же Это позволит каким-то образом немножко сдвинуть ситуацию с места Но не даст эффекта вот такого, знаешь, который нужен Потому что, смотри, право владения этими деньгами женщина вступает через 3 года 600 тысяч сегодня и 600 тысяч через 3 года Это очень разные 600 тысяч Это да и потому, что и сам по себе рубль обесценивается И инфляционные процессы происходят И на этом фоне еще и как растет цена на жилье А все-таки обычно используется материнский капитал все-таки в качестве улучшения жилищных условий Да, там по статистике подавляющее большинство на эти цели идет На улучшение жилищных условий Причем по ипотечным схемам, которые тоже, ну, знаешь, вот мы уже сказали, что ребенок это уже 25% минус из бюджета каждый месяц Если ты еще влезаешь в ипотеку, это еще, значит, минус 25% каждый месяц И как-то перспектива сразу становится не очень радостной А надо ли нам это, а не пожить ли нам пока вот так И получается, в конце концов, что нет ничего более постоянного, чем временное Поэтому тут вопрос должен быть немножко более кардинально решаться Именно он должен быть целенаправленно направлен именно на женщин Вот эта вся помощь должна И она должна, конечно, повышаться Если мы говорим о том, что этот вопрос можно решить деньгами На самом деле этот вопрос очень сложный Деньги это одна часть Но, сам понимаешь, некоторые и за такие деньги не будут Что-то еще ведь в головах должно, наверное, измениться И не забывай, что первого своего ребенка родил еще в счастливое советское время И абсолютно точно помню, что не было никого материнского капитала Не было ничего, но никаких проблем не было Все вот наши друзья, все наше поколение рожали по двое, по трое И в той системе, когда мы понимали, что будет завтра, что будет через три года Что будет через десять лет Это было абсолютно нормально Никто даже не задумывался о том, а что это мне государство денег-то не дает Ну, вспоминая о том, что сейчас власти Кировской области То есть, видимо, все-таки речь идет определенная Есть, когда у человека уверенность завтра, что нет Он будет планировать свою жизнь, он будет планировать семью в том числе А сейчас планировать, слушай, на ближайшие три часа-то это сложно Ну, смотрите, если, ну, предположительно, очень смело так сделать Да, что по 600 еще и область будет давать Ну, наверное, вряд ли наша экономика справится с такой финансовой нагрузкой Ну, конечно, не наше дело об этом задумывается Я понимаю, нет, ну, как бы и наше дело тоже Но, смотри, вот эти, вот я сказал, там пять программ в рамках этой программы Там еще пропаганда есть, там этого молодежной, там работать надо, там пропагандировать Если все вот это свернуть, как малоценку за ненадобности Потому что это не относится к собственному креку рождения Ну, может, за счет этих вот сэкономленных средств Можно и повысить капитал О, кстати, отличная советская штука Налог на бездетность Ну, кстати, тоже тема была неплохая Ну, простимулировала кого-то Это уже как бы другую половину населения будет стимулировать То есть женщинам плюс, а с мужиков наоборот Это минус, пока не размножишься Ну, в общем, ждем от наших областных чиновников Конкретики по поводу уникальной мероподдержки Семей, где рождается первенец Не так много времени остается, буквально пять минут К одной из наших, наверное, любимых тем, да, хочу перейти Это антиалкогольные ограничения Инициативы, которые у нас, ну, вот ежегодно, да, по-моему, возникают И, ну, все вроде проехали Мы очередной этот виток законопроекта депутата Михаила Ковезина Коллеги его по ОЗС не одобрили Речь шла о том, чтобы у нас вернуть продажу в розницу спиртного с 10 утра Мы назад боролись за то, чтобы расширить Сейчас боремся за то, чтобы свернуть Почему эта тема, она так вызывает много внимания? Вот ни один созыв ОЗС, он не обходится без этих обсуждений Очень просто тебе скажу Все дело в том, что очень многие люди считают, что виной пьянству Виноваты в пьянстве магазины Да, магазины, вот не люди виноваты в пьянстве, а магазины Поэтому, соответственно, любому депутату приходят жалобы от избирателей Надо закрыть, у нас шум, гам, пьянство, магазины, все из-за этого Пьянство, болезнь социальная с магазинами никак не связано Закроют здесь магазин, откроются в другом месте И в советское время, опять же, вспоминая там 70-е годы Когда антиалкогольные компании занимались Помнишь ли таких Юрий Владимирович Андропов и Арвид Янович Пельш Это еще до Горбачева, задолго И закончилось тем, что взяли опыт страны под названием Нидерланды Тогда еще некоторые называли Голландией И просто стали везде в России открывать много-много-много рюмошных И понимаешь, это дало эффект Как в Голландии, в Голландии это дало эффект У нас потом свернули, а у них нет И у них сейчас нет этой проблемы, а у нас есть Потому что дело не в количестве магазинов, как раз наоборот Слушай, вот очень просто, в Кирове 2000 колдырей, да? Вот мужиков, которые там слоняются от одного магазина к другому Синяки там шумят Ну, их по-разному называют Ну, колдыри, там куча названий Забылдыги там, синяки, да? Антисоциальные Ну, квартал финих фонарей и так далее Чем больше заведений, тем они будут рассредоточеннее Понимаешь, каждый у своего дома Их будет там не 20 у тебя у подъезда Они растворятся в массе Меньше будет заметно Во-вторых, вот антиобщественное поведение Вот пьющих людей Это вопрос не торговли и не города Это вопрос, извините, изображения полиции То есть полиция должна этих людей, раз они ведут себя антиобщественно Изымать, наказывать, реагировать Как и было при тех же рюмочных, где всегда у входа дежурил Собрудник Милиционер Как только что-то случалось Вот он готов, он прямо здесь не надо бегать Он сидит, его берешь и отвозишь там в отрезвитель или в участок Смотря что он сделал То же самое и здесь А здесь происходит вот эта путаница Депутат, естественно, старается среагировать Закрыть магазин Так хорошо, ты закрыл здесь магазин Значит, вся эта группа, которая тусила здесь Она аккуратно переползает к следующему Потому что пьянство это болезнь Она не лечится закрытием магазинов Это социальная причем болезнь Поэтому этот вопрос, что дело возникает Отчасти популизм И отчасти у самих депутатов Есть некое непонимание того, что они делают Потому что если посмотреть на эту проблему Не глазами вот этой женщины У нее чаще всего там еще и личные вещи Либо муж, либо сын Либо близкий родственник Она просто хочет, чтобы решили ее конкретную проблему Но эта ее конкретная проблема Не относится, условно говоря, ко всему нашему Это не универсальный рецепт решения проблемы Это просто вот такое, да Реагирование такое на сигнал какой-то Затыкание дырочки А проблема остается А проблема решается как раз обратным путем То есть не должно быть Потому что всякий раз, когда мы прикрываем какую-то точку Тут же возникает другая Еще более темная Еще более серая В конце концов Мы, помнишь, в конце 80-х к чему пришли К тому, что, собственно говоря, весь наш криминал Поднялся на торговле водкой В то время как государство с ней боролось Этого допускать тем более нельзя Потому что, по крайней мере, если мы открываем Какие-то точки общепитовские, удобные Блин, как в Англии Эти чертовы пабы там на каждом углу Англия не спивается У них нет такой проблемы У них, безусловно, есть тоже алкоголизация определенная И драки тоже есть, и разборки есть Но на них реагирует полиция Так и должно и у нас быть Поэтому вот Это отчасти популизм И отчасти непонимание того, что вопрос надо решать по-другому С другой стороны Есть разные подходы к этому Но боюсь, что они не будут одобрены самими избирателями Поэтому все это уйдет, опять же, в песок Там же еще, с точки зрения детей, да, это оправдывается А, ну это вообще смех, слушай Что дети не должны в 8 утра видеть И тоже, опять же, подмена понятий Потому что продажа в 8 утра не значит употребление в 8 утра Если у меня вечером гости, я с утра закупился сразу всем Мне, чтобы в 10 раз не сходить заодно И купил там и вина там, или смотря кому что Мне удобно Это не значит, что я в 8 утра начинаю там бухать Это, никакой связи между этим нет Понимаешь? Ну, в 10, ну слушай, давай в 10 продавать А что, в 10 можно уже? Слушай, так мы с тобой должны уже быть какими? Уже первый час Ну, я себе в 10 не могу позволить Да и в 12 тоже Ну, большинство людей не могут себе позволить А все остальное, это очень такая минус Поэтому это вот, в данном случае, скорее всего, была реакция Опять же, на пару гневных каких-то писем Ну, вот, среагировали Слава богу, ума хватило У остальных из этого проблемы не делать Ну, смешно Есть федеральный, в конце концов, закон Давайте мы его соблюдать будем Зачем мы изобретаем свой велосипед Регламентирует продажу с 8 до 11 Да, и более того, сейчас уже на уровне правительства идет речь о разрешении интернет-торговли алкоголем Речь идет о возвращении пива на стадионы Через почту России разрешили ведь уже? Я не помню точно Российских производителей, по-моему То есть, как бы, наоборот, речь идет о том, что алкоголь Доступность алкоголя и злоупотребление алкоголем Это не слишком связанные друг с другом вещи, понимаешь? Нам пора заканчивать нашу беседу Без 20 часов уже Ну, уже давно продают, Володя Благодарю Николая Голикова, нашего коллегу-журналисту За визит сегодня в программу «Особое мнение» Всем еще раз хорошего дня и удачной рабочей недели До свидания Особое мнение на 101FM